Успех свадьбы был от благословений. Именно благословение, это сердечная вот эта вот сила, она давала счастливую жизнь людям. Если много людей благословляют, то тогда счастье больше становится. Если есть возможность, лучше столик меньше найти. Может быть там есть, где продают товары, меньше столик будет лучше, потому что... Потому что не видно, как бы у меня нет контакта с золом. Итак, шесть секретов отношений возможны только между близкими людьми. Поэтому я их сразу раскрою, чтобы у вас не было иллюзий по этому поводу. Все эти шесть секретов. Мобильник как-то там оказался. Как он там отказался? А, это, наверное, сюрприз, да? Жмите шарик. Выпал. Хорошо не на голову. Последние мозги бы отбил. Ну ладно. Итак, сила в отношениях увеличивается неизмеримо, если в отношениях люди обладают шестью качествами. Первое качество – это способность принимать дары, принимать что-то от человека. Часто мне пытаются что-то подарить, я не готов, не всегда готов принять. Это означает, отношения не будут углубляться. Вторая способность – давать, дарить. Третья – это способность открывать сердце. Правильно открывать сердце. Часто женщины склонны открывать сердце, пытаться открыть сердце мужьям. Но часто делают это неправильно. Поэтому мужья часто не способны открытие сердца выслушивать. И способность принимать откровения. Открывать сердце, принимать откровения. Способность кормить, способность кушать с любовью. В древней культуре даже близкие люди, они кормили друг друга руками. Вот так обмен, кормили друг друга. Это усиливает многократно отношения близкие. Но что такое близкие отношения, неблизкие – в этом заключается смысл нашей беседы. У нас есть больше света? Может быть, в зале больше света или нет? Нам свет именно в зал нужен. Потому что я не вижу аудиторию. Да, вот это важно. О, теперь вас я вижу. Здорово. Потому что мне нужен контакт с людьми. Это не концертная программа, лекционная. Но это всего лишь просто вступление. Наша беседа будет сегодняшняя. Больше мы классифицируем вообще виды взаимоотношений в этом мире. А потом начнем простепенно продвигаться вперед по этим взаимоотношениям. Сначала будем говорить о тех, которые более актуальны для нас, потом те, которые более важны и так далее. Самое важное – это правильно относиться к себе. Если человек правильно построил отношения с собой, то тогда все остальные отношения, взаимоотношения он способен выстроить. Человек не может правильно относиться к себе, если у него нет отношения с Богом. Потому что мы души по природе, и душа по своей природе, она отражает то, что она видит. Поэтому очень важно для человека получить соответствующее, нужное, правильное воспитание. То есть душа получает знания от родителей, она получает знания от этого мира. Мы видим, что если люди, допустим, жили в разных странах, то они видят, что в разных странах разная культура. Я давал недавно семинар лекции, сейчас, возможно, сидя дома. Я общался сразу с пятью городами Канады и Америки. То есть пять городов присутствовали мои слушатели, моих лекций, и мы с ними беседовали. И был такой вопрос, что очень трудно построить отношения с американцем, русскому человеку. Разная культура, за мои понимания очень труднодостижима. Это означает, что душа по своему душе, душа по своей природе, она как искорка, которая загорается тем цветом, тем светом, которым ее зажигают. Понимаете? У нее есть свой способ сиять, но все равно тот свет, который на нее направляют, он очень важен. И самый лучший свет — это духовный свет. Духовный свет исходит от духовной истины, от высшего проявления духовности. Это святые люди, которые освящены Богом и Господь. Вот. То есть отношения к себе и к Богу являются самыми важными. Они формируют все другие отношения, потому что отношения к Богу дают возможность понять себя. Потому что душа становится освященной благодаря отношения со святостью. То есть мы сами себя лучше понимаем очень глубоко, благодаря отношениям со святостью. Как вы думаете, когда в полной степени мы осознаем, понимаем мы себя или нет? В какой момент? Да, когда душа выходит из тела, тогда она понимает, знала она себя или нет. Потому что когда человек не понимает о себе ничего, он думает, что я Олег Геннадьевич Тарсунов, я там врач, я не дат наук. Но когда душа выходит из тела, она перестает быть Олег Геннадьевичем Тарсуновым, врачом, кандидатом наук. Она становится просто душой, которая пойдет в следующую жизнь дальше. И если я был обескуражен своими титулами и тем, что я имел в этой жизни, настолько, что не понимая себя внутри, не понимал, допустим, что я живу вечно и что у меня были другие жизни, и я там по-другому себя вел, если я этого не понимаю, то тогда в момент смерти человек вообще ничего не понимает. Он не понимает, как дальше жить. И если человек обескуражен пониманием себя, то это всегда несет ему страдания на каждом этапе жизни. Допустим, я очень сильно пострадал от того, что я сначала вырос с 12 до 15 лет и был почти выше всех в классе, а потом все меня перегнали. И так как я отождествлял себя с телом, я думал, что я тело, мужское тело, которое должно быть красивым. Из-за этого у меня был жуткий стресс. Я начал есть морковку, чтобы вырасти, пожелтел. В это время была эпидемия желтухи в школе, и меня забрали в больницу, где я благополучно переставил был с желтым, потому что там морковку не давали. Ну, это все как сейчас смешно, но тогда это было достаточно трагично. Причина этой трагедии заключается в том, что я перепутал себя с телом, с молодым телом. Так часто молодые люди, и моя сестра так себя вела, и моя дочь так себя вела. Молодые люди, и я так себя вел. То есть молодые люди часто склонны в молодом возрасте, девушки склонны худеть, бороться за свою красоту из последних сил. Мужчины склонны качаться целыми днями, тоже что-то из себя делать. Причина – неправильное отношение к себе. Потому что, в принципе, нормально можно учиться быть красивой в молодом возрасте и сильным в молодом возрасте. Но если человек из этого делает трагедию, если одна из моих близких людей сказала, я буду делать как бы пластику носа, мне нос мой не нравится, это уже безумие. Это означает, что восприятие чего-то внешнего становится сутью жизни. Это сложная тема. Точно так же я врач, допустим. Но если сейчас, допустим, что-то произойдет, и я не могу быть врачом, что тогда? Тогда у меня нет жизни, я страдаю. Или я русский, допустим. Но русский, попавший в Америку, он уже не русский. Там никому он не нужен, как русский. И он страдает от этого страшно. Он начинает песни петь. Крещатик, Крещатик, я снова к вам опять приеду. И так далее. То есть, понимаете, о чем я говорю? Что есть определенное поверхностное понимание себя как личности. Все это нужно. Быть русским, быть доктором и так далее. Все это нужно. Но это не является сутью человека. Или я старею. Часто женщине стресс. Она всегда строила глазки и в какой-то момент начала замечать, что никто не обращает внимания на ее построение глазок. И это стресс. Она видит, что жизнь дала трещину. Но ты не тело. То есть, не надо об этом беспокоиться. Не надо отождествлять себя с той, которая должна всю жизнь строить глазки. Тогда возникает вопрос, а что тогда делать? Если это не то, что я должен делать, что я должен тогда делать? Взаимоотношения с этим миром всегда основываются на нашем понимании вещей. Понимание вещей всегда дает возможность человеку быть сильнее в отношениях и получить счастье в них. Допустим, уверенность бывает просто слепая, как слепая храбрость, допустим. Или воин храбрый, потому что он знает, как правильно себя вести в бою. Или он храбрый, потому что он слепой. Это разная храбрость. Знание дает человеку возможность быть счастливым в жизни. Знание об отношениях – самое главное знание. Отношение к себе, к Богу, отношение со всем, что связано в этом мире. Это главное знание. А выше него ничего не стоит. Это знание самое сложное также. И те вещи, которые я сейчас вам говорю, может, кажется вообще, ну, как бы, ну, не заслужившие никакого внимания. Многие люди думают, ну, зачем мне говорить о том, что я не должна думать о том, что я красивый. Я не говорю о том, чтобы не думать об этом. Я говорю об отношениях. Допустим, если я на себя смотрю в зеркало, это не значит, что я отражение. Если я себя отождествляю с отражением в зеркале, то это уже безумие. Так? Точно так же отражение души на теле – это всего лишь отражение. И так как тело стареет, поэтому отражение меняется. Оно становится другим. Но если человек привык к тому отражению, которое он видел до этого, и отождествляет себя с ним, то наступает стресс. Человек страдает. Точно так же, допустим, человек получил травму какую-то телесную. Жизнь продолжается или закончена? Некоторые считают, что это закончено. Или человек потерял половые функции, допустим. Жизнь закончена или продолжается? Продолжается, но хуже. Большинство людей так считают, потому что они привязаны к этим функциям. Они считают, что эти функции являются основой жизни. Это иллюзия. Эта иллюзия даст свои плоды однозначно, потому что существует такой закон. Чем больше человек привязан к какой-то функции своего тела, тем больше эта функция будет ему давать страдания. Как этот закон работает? Через эгоизм. У нас в психике есть эгоизм. Если я, допустим, сильно хочу сексом заниматься, то туда будет скапливаться энергия эгоизма. Половые органы станут сильно чувствительными. В результате развивает мужская или женская импотенция. Понимаете, о чем я говорю? Чем больше я привязан, я привязан к коже. Я хочу, чтобы я была красивой, допустим, женщиной. Это необходимое желание для женщины. Но если это желание становится слишком сильным, кожа становится чувствительной и болезненной. И уже никакие крема к ней не подходят. Понимаете, да? То есть болезненное восприятие отражения себя в зеркале приводит к болезни. Если я сильно привязан к тому, что я вижу перед собой, это значит, что это уже болезнь. Неправильное отношение к себе. Отражение важно, тело важно. За ним надо ухаживать, следить. Женщина должна быть красивой, мужчина должен быть сильным. Но если мужчина думает, что сила мужская является основой жизни, то есть я Шварценеггер, хорошо, подожди лет 15, и ты увидишь, что ты не можешь уже быть Шварценеггером, потому что твое тело уже не такое молодое, и оно не может быть таким же сильным. Оно стареет. И тогда надо уже колоть анаболики, для того, чтобы поддерживать свой результат. Инвалидизация, болезнь. Человек становится больным. Или певица, вот эти вот, наш классический пример. В 70 лет молодуха, да? Ну, то есть, это же смешно, просто безумие. Когда на это смотришь, то просто понятно, что человек страдает. Казаться красивой, да, когда уже нечего показывать уже. Натягивать щеки на шею, там, делать еще что-то из себя. Ну, смешно же. Ну, просто прими свое тело, какое оно есть. Зачем из него что-то выдумывать? Видите, пока человек не строит свои отношения с Богом, он божественность своей природы, глубину, чистоту осознать не может. Потому что отношение к себе через призму взгляда общества на меня, допустим, я певица. Ну, хорошо, сейчас ты певица, но стань учителем певиц потом. Или стань певицей уже не молодой. Пой там, допустим, какие-то уже песни другие. И там, там, ничего-нибудь про встречу и разлук в 70 лет пританцовываю на что-нибудь более глубокомысленное. Это все зависит от отношения к себе. И отношения к себе являются силой, которая влияет на отношения с другими людьми. Человек, который не удовлетворен в самом себе, он не может никому принести счастье. Удовлетворенность в самом себе от меня лично не зависит. Она зависит, опять же, от моих соотношений с Богом. Сейчас внимательно слушайте меня. Это важная тема. Важная тема то, что чаще всего люди не знают. Люди чаще всего не знают, что в теле находятся две души. Одна из них называется душа или я, а вторая называется сверхдуша. И сверхдуша — это представительство Бога в нашем сердце. В ведах называется параматма. Парам-атма. Атма означает душа, парам означает высшая душа. Высшая парам, высшая парам, атма, параматма. И эта высшая душа, чем она занимается? Она даёт возможность душе контактировать с этим миром. Душа по своей природе духовна, то есть она не связана с этим миром напрямую. Она связана через Бога с этим миром. Например, мы, когда кушаем, пищу глотаем, мы контролируем, что там происходит. Кто из вас контролирует? Поднимите руку. Кто дальше всё это усваивает? Есть такие люди? Нет, никто не знает, что там происходит. Мы только догадываемся по последнему какому-то моменту, когда оп, и хочется уже пойти с лекции, чтобы потом не запахло. То есть в какой-то момент нам дают сигнал, что надо всё это дальше удалять из тела. Но мы не осознаём, мы у нас нет, мы не отдаём себе отчёт, откуда сигнал пришёл. Я привожу обычно такие примеры. Я обычно прошу после еды, там, 15-20 минут отдыхаю всегда. Прошу жену, чтобы она подняла меня, сказала, пора вставать. Она обычно говорит, пора вставать, я встаю. Но один раз произошло необычное явление. То есть я услышал, пора вставать. Встал, подошёл, сказал спасибо, что разбудила. Она говорит, а я забыла. Я говорю, ты шутишь? Она говорит, нет. Кто разбудил? Физиологи говорят, это условный рефлекс. Развился условный рефлекс. Но веды по-другому это объясняют. Они говорят, что есть сверхдуша, которая является памятью в жизни человека. Она нас будет, она нас успокаивает, усыпляет. Или не даёт спать. Она управляет всеми функциями в организме. Ощущение счастья выходит из сердца. Это наше чувство или нет? Чувство счастья. Оно нам принадлежит? Я стал счастливым. Ну что, если ты счастливый, то будь всегда счастливым. Почему бы тебе не быть всегда счастливым? Иногда я счастливый, иногда нет. Почему я иногда счастливый, иногда нет? Потому что от меня это не зависит. Счастьем наделяется человек изнутри. От кого-то приходит счастье. Кто-то там есть, который даёт счастье нам. Никто не чувствовал в сердце? Раз, и счастье наступило тут. Раз, и счастье. Никто не чувствовал из вас? Все чувствовали ведь, правда? Раз, и счастье становится счастливым человек изнутри, вот здесь в сердце. Неожиданно. Кто из вас не может выйти замуж? А вы, было такое у вас в жизни, что вы сами себе говорили, я всё равно выйду замуж? Не было такого? Вот девушка, светлым я с вами разговариваю. С косичкой, с косичкой. Да. Ну вы не говорили себе, я выйду замуж всё равно? А кто говорил так себе поднимите? Вы говорили, да? Себе? Доказывали, да? Ну как можно себе доказывать? Ну вот я всё равно, то есть... Это мы там, нам так кажется, что мы себе говорим, понимаете? Вот подумайте, какой смысл, какой бред говорить что-то себе вообще. Ребёнок, когда никого нет, он и не плачет, больно, он сидит просто. Как мама пришла, начинает плакать. Человек не может себе что-то делать, он всегда делает что-то для кого-то. И когда мы говорим, я всё равно выйду замуж, кому мы это говорим? Богу, который живёт в нашем сердце, в свят душе. У нас с ней очень глубокие отношения, настолько глубокие, и что мы к ним привыкли настолько, что мы не замечаем этих отношений. Я разок спал, и как-то так спал неудачно совершенно. Как-то рука была задрана, и у меня сердце что-ли остановилось. Ну я перестал дышать, короче. Я обнаружил себя сидящим на кровати, и вот так вот резко дыхательные движения делающим. Я в этот момент проснулся, и обнаружил себя в таком положении. И первая мысль ко мне пришла в голову, знаете какая? Кто меня посадил, и кто дышит сейчас? Я спал. Когда я сплю, я не дышу. Но меня кто-то посадил, и я проснул, смотрю, тело дышит, раздышивается. Чувствуете, нет? Что есть кто-то там внутри, о ком мы не догадываемся. И мы говорим, у меня все будет в жизни хорошо. Кому? Или чувствуем, что в жизни все будет хорошо. От кого? У кого не было никогда сомнений, что вы выйдете замуж? Поднимите руку. И все так и получилось, да? Нормально все получилось, да? А почему у вас не было сомнений? От кого приходят сомнения? Откуда вы знали, что вы выйдете точно замуж? Внутри было это чувство. От кого? От Бога. Но вы же об этом не задумывались, правильно? Теперь, а кто чувствовал всегда, что трудно будет выйти замуж? Поднимите руку. От кого? То же самое. И на самом деле нет никаких секретов в этом мире. Вот, например, знание будущего и прошлого, ощущение прошлого и будущего не является никаким секретом вообще. Мне, допустим, не надо сводки с военных действий там узнавать. Я могу просто сосредоточиться в сердце вот здесь и почувствовать, понять, что там происходит. И вы точно так же можете, если вы немножко потренируетесь. Так как я всю жизнь этим занимаюсь, я изучаю психику человека, мне несложно это сделать. Это несложные вещи, потому что там знание обо всём существует, обо всём на свете, в сердце. Это знание мне не принадлежит. Душа просто отражает знание. Ей просто нужно научиться строить отношения с тем, кто даёт знание. Что такое сомнение? Почему человек сомневается? Что такое сомнение? Сомнение — это когда с ним нарушены отношения с тем, кто в сердце. А что такое вера? А вера — это когда с ним установлены отношения с тем, кто в сердце. А что такое любовь? А любовь — это санкции, которые оттуда приходят. Или ты можешь любить человека, или не можешь? Можно заставить себя любить? Нет. Это санкции приходят оттуда. Любовь негаданно наглянет, когда её совсем не ждёшь. И каждый вечер сразу станет Так удивительно хорош, И ты поёшь, да? Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Да? Чувство наполняет изнутри. Радость приходит. Сегодня с утра читал молитву И почувствовал радость встречи вот этой. Я не знал, что на меня шарики повалятся. Я почувствовал, что-то приятное будет такое здесь. Произойдёт что-то приятное. Не знал, что именно. Потому что Татьяна Тарасова, она славится своими неожиданностями. Она всегда неожиданная. Каждый день что-то новое. Сегодня сразу два новых события произошло. Я хотел просто в трико, вот как был дома, поехать покушать там вегетарианский ресторан. Ну, все свои. И ребята говорят, надо одеться, Олег Геннадьевич, вы же представительный человек. Я думаю, что-то не то. Сердце мне подсказывает, что-то там задумали в сердце. Не я, понятно, что Бог всё же знает, уже что там происходит. Я захожу, а там сидят человек сто, там свадьба вовсю гуляет. И мне сразу в руки цветы поздравляют невесту. Я ни сном, ни духом. Как бы не знаю, что происходит. Это вносит своё счастье в жизнь, когда такие неожиданности происходят. Но знание обо всех этих вещах даёт Бог в сердце. Но мы об этом ничего не знаем, поэтому и страдаем. Есть два способа отношения с Богом строить. Или развивать их самому, или с помощью старшего. потому что старший является представителем того, кто в сердце находится. Удивительно знать, что старший всегда говорит то, что мне нужно. Некоторые люди говорят мне, Олег Геннадьевич, вы говорите только то, что мне нужно. Но я об этом не знаю. Я просто говорю то, что мне подсказывает сердце. А так как сердце мне подсказывает то, что вам надо, поэтому Бог в вашем сердце требует от Бога в моём сердце, но сам от себя фактически Бог один, того, что я должен говорить. Приведу простой смешной пример. Сейчас будете все смеяться. Кому из вас я что-то говорил во сне? Кому я приснился из вас хоть раз? Было такое? Вот вам на первом, на втором ряду. Что я вам говорил, когда приснился? Ощущения. А кому что-то говорил? Есть такие? Что я вам сказал, мужчина? Молиться, то есть я вам сказал. Но я этого не делал. Я честно вам говорю, я ночью как бы на вас не настраивался и не заставлял вас что-то делать. А когда я это попытался делать один раз в жизни, меня наказали очень сильно. Я расскажу вам эту историю. Я начитался книжек мистических, мне было 17 лет. И я начал учиться понимать себя во сне. Я начал сначала садиться во сне, потом вставать, потом начал подпрыгивать, потом начал махать руками и полетел во сне. Это все происходило в тонком теле, в психическом теле, как я потом понял. А я думал, это реально происходило с моим телом сначала. Потом понял, что с тонким телом. Потом я научился сквозь двери пролетать. А потом вылетел на улицу, наверное, на девятом этаже жил, и удивился, потому что так высоко, и я летаю. А потом я начал залетать в соседние квартиры, смотреть, что люди делают. Соседи мои, друзья. Потом он говорил об этом, они удивлялись. Потом залетел в одну квартиру, видел бабушка с знакомой, соседка спит. Вечер был. И я решил ее напугать. Я ее напугал, она меня перекрестила, и у меня пропали все эти способности. Я больше уже не смог этого делать. Так что, так как вам недавно, мне относительно недавно приснился, то это значит, что я уже не мог этого делать, уже все. Это ваша сверхдуша, Бог в вашем сердце предстал в том виде, в котором вам более приемлемо, чтобы дать вам знания. Он вам предстал в том виде, в той форме, в которую вы верите. И все. Точно так же происходит всегда. Когда человек встречается со старшим, то если у него в сердце есть какое-то желание, то старший передает ему знания. Как? А мы уже вас благословили. Я думал, что вы в зале. Давайте еще раз благословим. Ах, эта свадьба, свадьба пела и плясала. Этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Ну, горько не надо, как бы. Спасибо вам всем. Спасибо, садитесь. Я думаю, что они должны… Ну, цветы у кого-то есть, нет? Пускай с цветочками сидят. Столика не оказалось, да, пониже? По одному цветочку им дайте, каждому. Ей дайте беленький, а ему красненький. Красный цвет – это мужской, сначала белый, женский. Это называется углубление отношений. То есть давать дары и принимать дары надо уметь. Это важно. Углубляет отношения. Итак, отношение к себе очень важно. И важно понимать, что я частичка того, кто находится в сердце, кто меня ведет по жизни. Потому что если человек этого не понимает, то он живет в страхе. Страх, беспокойство – все эти вещи указывают на недостаточность отношений со своим сердцем. Люди часто говорят «самим собой», но это не «самим собой», это «с Богом». Часто говорят «установите отношение с самим собой». Это не отношение к самим собой, это отношение с Богом. Потому что попытаться любить себя – это просто самовнушение. Ну, допустим, я очень хороший человек. Я Олег Геннадьевич очень хороший человек. От этого я чувствую себя лучше по отношению к себе или нет? Чувствую, но только внешне. Потому что по-настоящему почувствовать себя хорошо можно, только если ты выполнил свой долг. Вот, допустим, мой долг – это отдавать, ну, читать лекцию, передавать знания, отдавать его, то знание, которое Богу принадлежит. Если я это сделал правильно, то я почувствую счастье в сердце, когда лекция закончится. А если неправильно, то почувствую тревогу. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это называется отношение к себе. Оно вырабатывается совестью. Или по-другому назвать, сердушой. Можно по-разному назвать. Богом в сердце можно назвать и так далее. Например, Бог в сердце мне говорит, что я не смогу читать лекцию, если меня фотографируют сейчас. Не, я не против. Это ваше, как бы нормально. Но такое я почувствовал в сердце. То есть, другими словами, что-то корчить из себя бессмысленно, что-то из себя делать бессмысленно, потому что уже есть, сформировалось отношение Бога ко мне. И оно будет меняться, если я буду менять свое отношение к жизни, к тому, что я должен делать. И иногда через боль это происходит. Иногда больно очень чувствовать и знать, что ты делаешь что-то не то. Итак, отношение к себе и Богу. Самые важные отношения, они формируют все остальное. Неудовлетворенный человек, человек, который не чувствует, что он имеет миссию в сердце перед людьми, не чувствует веру в Бога, не чувствует себя защищенным Богом, не чувствует, что он важен для Бога и что Бог важен для него. Такой человек не может в полной степени подарить другому человеку счастье, даже если он пытается это сделать. Поэтому очень важно каждый день устанавливать отношения с Богом в своем сердце. Это установление отношений с Богом называется молитвой. Молитва означает, что мы стучимся в эти отношения, мы хотим отношений с Богом. Следующий вид отношений, который является также очень важным, стоит на втором месте, это отношение к святым людям, к старшим и просто духовные взаимоотношения. Между нами сейчас духовные отношения сформируются, потому что я говорю на очень возвышенной духовной теме. эти отношения дают развитие человеку, меняют его судьбу и миропонимание формируется благодаря этим отношениям. По факту, эти отношения со старшими, с наставниками и с духовными взаимоотношениями они настолько важны, что без них невозможно вообще развитие человека. В нашей культуре практически у нас нет таких отношений. Вот у кого из вас есть наставник, поднимите руку. Видите, это не так много людей. А большинство людей не могут, не имеют возможности внутренней получить знания. Чаще всего они пытаются только изнутри его получать, но знание изнутри может идти от двух вещей, или от судьбы, или от Бога. Судьба обычно заблуждает человека, а Бог дает истину. Они отличаются друг от друга. Опытный человек способен почувствовать разницу между знанием от судьбы и знанием от Бога. Знание от судьбы имеет жгучую природу. Допустим, надо купить дом. Как понять, это от Бога или от судьбы? Когда знание от Бога приходит, оно имеет спокойную, ненавязчивую природу. Пришло время купить дом. Хорошо, будем покупать дом. Будем спокойно выбирать. От судьбы. Надо купить дом, надо купить дом. Имеет жгучую природу, навязчивую, невыносимо жить без дома. Если у человека жгучая природа, вот такое жгучее чувство возникло внутри, значит, это неблагоприятно. Это приведет чаще всего его к трудностям в жизни. Знание от Бога имеет спокойную, сильную, мягкую природу. Пришло время купить дом. Хорошо, будем выбирать. Вот этот понравился, да, спокойное чувство. Ааа, быстрее покупаем. Нет такого чувства. Занимаем денег, там кредиты, пять кредитов, на 10, на 15, на 20 лет. Нет, такого нет. От Бога приходит полномочия. Если вместе с тем, что надо купить дом, так же есть и возможность. Но если человек сам хочет это сделать, у него жгучее чувство в сердце, чаще всего это потом приносит страдания. Это знание, это чувство имеет опасную природу. Чувство, идущее от судьбы. Мама, хочу выйти замуж за этого человека. Мама, хочу выйти замуж за этого человека. Успокойся. Подумай. Я уже все решила. Говорила мама мне про любовь обманную, напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Мамочка на саночках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой на свое я горюшко. Мамочка зачем? Итак, отношения к старшим имеют значение. Мама же имеет похожую судьбу на дочку. У них похожие судьбы. И мамочка уже знает, где шипы в судьбе. Она чувствует шипы. Если дочка не слушает, значит, она будет попадаться на эти шипы. Отношения со старшими важны. И через старших совесть с нами общается. Старший — это тот, кто имеет отношения с Богом. Человек, который не имеет, мама, которая не имеет отношений с Богом, духовно неразвитый человек, она не может дать совет хороший. цветочки надо чуть подвинуть, чтобы мы общались с вами. Сами для себя подвиньте. Цветочки чуть-чуть. Отношения со старшими дают защиту человеку. Они меняют его жизнь. Нужен старший в жизни обязательно. Отношения со старшими имеют два типа. Первый тип — это сердечные отношения, когда я верю в старшего. Второй тип — это слушание. Слушание старшего. Меняет жизнь. Знание о мире развивается через слушание. 25 лет назад, когда я познакомился с духовной культурой, я начал слушать лекции старших. Начал слушание своего развивания. До сих пор я этим занимаюсь каждый день. Дальше. Следующий вид отношений — это взаимоотношения в социуме, в отношении к этому миру. Нужно чётко понимать, к какому слою общества как я должен относиться. Есть люди в благости, которые стремятся к развитию самосвязи. И есть люди в страсти. Люди в страсти стремятся к материальному развитию, улучшению своего благополучия в жизни. И есть люди в невежестве, которые стремятся к независимости и собственному успеху. К этим трем категориям людей разные отношения. Если человек этого не понимает, то он будет страдать. И у него в жизни ничего не будет складываться нормально. если он не строит правильное отношение к этим трем категориям людей. У него будут трудности. Например, если человек близкие отношения с людьми в невежестве строит, то он теряет себя, разрушает свою жизнь. Близкие отношения с людьми в страсти приводят к зависимости сильной от людей. А близкие отношения с людьми в благости приводят к счастью и совершенствованию. Следующий вид отношений очень важный для нашей жизни — это взаимоотношения близкие или родственные. Через них идет самая главная судьба, карма человека. Вот сейчас у этих молодых людей жизнь вступила в такую глубокую фазу, в фазу закручивания судьбы. Судьба становится очень глубокой, сильной. Если не уделять внимания взаимоотношениям, уделять внимание означает очень много принять и простить от близкого человека, очень много принять и простить. Если этого не происходит, то будут страдания. Часто люди хотят пользоваться близкими людьми, они не хотят принимать и прощать, они не хотят отдавать. Отдавать означает фактически принимать недостатки близкого человека, разрешать ему быть самим собой, понять, что его недостатки это его страдания, а не его желание издеваться надо мной. Люди имеют недостатки, потому что они страдают. Если человек не имеет недостатков и не страдает, он приносит и мне же счастье, но если я осознаю, что мой близкий человек делает мне трудности, потому что он сам этого не осознает и от этого сам страдает, тогда я его прощаю, тогда мне с ним легче жить становится. Но отношение в семье это очень важная вещь, очень важно, потому что иначе жизнь становится невыносима, если человек не знает, как правильно строить отношения в семье. У кого из вас сейчас личная жизнь невыносима, поднимите руку. Это значит, что вы не знаете, как строить свои отношения в семье. Все. В этом вся проблема. Больше нет никаких проблем. Есть определенные правила, мы сейчас сегодня об этом будем говорить. Основные какие-то вещи вы узнаете. Это избавит вас от страданий. Сразу же легче станет сердце. Дальше взаимоотношения деловые или взаимоотношения в коллективе дают развитие человека, материальное развитие. Он становится развитым, устойчивым в социуме. Есть еще отношения к этому миру и природе. Они приводят к гармонии у человека и покою. Если человек способен правильное отношение к этому миру построить, то у него в сердце возникает спокойствие и гармония. И здоровье. Это здоровье также. Человек получает здоровье. Существует три типа глубины отношений. Самые глубокие отношения и травматичные это отношения в семье, отношения с родственниками. На втором месте менее травматичные отношения это отношения в коллективе. Но они тоже достаточно травматичные и глубокие. И третий тип отношений легкие отношения с друзьями. Достаточно легкие отношения. Они не то, что легкие, они могут быть глубокими, но несут в себе легкую карму, не тяжелую. То есть друзья могут простить легко, принять, выслушать тебя. то есть не так трудно с ними, как мужу и женой, допустим, с детьми. Друзьями легче строить отношения. Часто люди собираются в компанию какую-то дружескую и очень возвышенные речи толкают. Они говорят о возвышенной жизни, об отношениях возвышенных. Потом приходят домой и разукрывают варежку друг на друг. И говорят, вы меня не понимаете, вот там меня понимают, а здесь меня не понимают. Почему так происходит? Потому что дружеские отношения имеют легкую природу, там легче быть возвышенным. А семейные отношения имеют тяжелую глубокую природу, там тяжелее быть возвышенным. По настоящему возвышенность человека проявляется именно в семейной жизни. Если в семейной и в личных отношениях человек возвышен, он может быть наставником по настоящему для других людей. Также существуют внешние и внутренние отношения между людьми. Внешние означают обычные отношения. Вот обычно мы строим отношения, это все внешние отношения. Внутренние отношения строятся во время молитвы, когда человек прощает, просит прощения, в сердце устанавливает связь с другим человеком. Веды объясняют, что сердце человека это как корень отношений. Корень имеет веточки вглубь, это родственники. Все вот корешки это родственники наши. Если какой-то корешок всасывает воду или счастье, то это все приходит ко мне обязательно. Да? И наоборот, допустим, у ребенка тяжелая судьба, что-то плохое должно произойти, у мамы в сердце возникает трудность. Что это значит? Что ее счастье, энергия счастья отдаются ребенку. Иногда эта трудность, она преодолимая, а иногда сердце ноет, и она чувствует, что не может ничего сделать с этой ситуацией. Тогда она начинает волноваться. Волноваться означает, антенка дергается, хочет, требует счастья от родственников. у родственников у всех общая энергия кармы, у них нет лишнего счастья. Они лишь незначительно могут помочь друг другу, за исключением той ситуации, когда кто-то из родственников имеет отношение с Богом, то есть молится, занимается духовной практикой. А вот когда человек молится, занимается духовной практикой, то через него удача приходит в жизнь всех родственников. Причем даже если какой-то родственник жил давно, но вы являетесь его родственником, он до сих пор духовной практикой занимается, уже в следующих жизнях он является вашей удачей. Вот у вас такая есть ситуация, девушка на первом с светлым, да, у вас есть такой родственник, который вам несет удачу, я это вижу, чувствую. Когда дети так раз реагируют, это подтверждение. Бог через детей, через предметы и через старых людей действует всегда. Кразу всем захотелось, а мне скажите, да? Таким образом сердце является как резервуаром счастья, а отношения со всеми родственниками, они забирают это счастье из нашей жизни, особенно когда у родственников трудности в жизни. У какого-то родственника трудности, все родственники от этого страдают, все отдают ему счастье свое. Если каждый из них начинает строить отношения с источником счастья, с Богом, то тогда страдания заканчиваются, потому что страдания означают всего лишь одну вещь, не хватает счастья. Часто люди скупо просто страдают, мучаются, не понимая, что надо просто в это время молиться. В страданиях нет смысла, есть смысл только в молитве. Человек молится, он устанавливает отношения с источником счастья, наполняет счастьем всю среду, в которой он находится. И происходят три фазы. Вот допустим, ну какое страдание вы выбираете? Ну поднимите руку, у кого сейчас страдание, какое страдание родственников вы выбираете? У кого-то родственники страдают алкоголизм. Вот вы выбираете такое, да? Вы молитесь. Первая стадия развития. Вы успокаиваетесь по отношению к родственникам, которые страдают алкоголизмом. Это значит, что вас хватает силы победить его судьбу. Вы успокаиваетесь, вы знаете, все будет хорошо с его алкоголизмом. Не надо волноваться на этот счет. Все решится. Вторая стадия энергии счастья перетекать начинает между вами все больше, перетекает к нему. Человек наполняется энергией счастья, человек пьет, потому что не хватает счастья. Горилка от слова горе. Не хватает счастья. Вот. Энергия счастья перетекает к нему, у него в следующей стадии возникает чувство, что ему стало легче. Ему стало легче, и в этот момент у него также просыпается чувство совести, что пить, в общем-то, не очень хорошо. У него появляется сначала счастье, потом приходят знания. Всегда есть две стадии отношений с энергией счастья, энергией Бога. Первая стадия счастья, успокоение, ему стало спокойнее, то есть человек не чувствует, что это сначала как счастье на фоне алкоголизма, просто ему стало жить спокойнее, первая стадия, потом вторая стадия приходит знание или отрезление, человек начинает задумываться о том, как он живет, совесть начинает действовать. Третья стадия это страдание с его стороны, то есть он хочет жить по-другому, но не может. Четвертая стадия перемены и пятая стадия победы. И все это может осуществляться за счет того, что вы молитесь или получаете энергию счастья и передаете ему. Молитва означает связь всегда, отношения. Приведу такой пример. Допустим, вот молодые люди, повернитесь к своей супруге и говорите ей вот так быстро повторяйте. Быстро концентрируйтесь просто на звуке и больше ни о чем другом. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. И слушайте свой звук просто и все. Я тебя люблю, я тебя люблю. Повторяйте. Концентрируйтесь на звук, слушайте свои слова внимательно. До вас дошло? Нет? Что-то получили вы? Нет? Девушка. Не очень, да? Теперь возьмите просто вспомните ее в своем сердце, не смотрите на нее просто в сердце, вспомните в своем и вспомните первую встречу, первый раз, как вы встретились. И повернитесь и скажите, вот помни об этой первой встрече один раз просто, я тебя люблю. Нет, сначала вспомните первую встречу, не торопитесь. теперь поворачивайтесь. Вы почувствовали, нет? Да, видите, она покраснела даже, не передалась любовь, почувствовала. я тебя люблю, я люблю тебя. Это с чувством называется, то есть с чувством, когда человек говорит, что это значит? Это значит от сердца, чувство откуда идет, из памяти, которую дает Бог. От памяти это означает санкции. Вот почему при первой встрече им так хорошо вместе было? Потому что Бог их соединил, Он дал санкции на эти отношения. Когда человек это вспоминает, что происходит? Можно передать словами, сначала мы вспоминаем отношения, потом мы говорим. Это называется молитва. Не просто повторяй, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, люблю, я тебя люблю, я тебя Никакого толку нет. Надо что-то вспоминать. Надо вспоминать, как ты на святом месте был и почувствовал это счастье. Надо вспоминать наставника первые отношения с ним, надо вспоминать икону, которая тебе дала счастье, надо вспоминать музыку духовную, которая тебя вдохновила, надо вспоминать праздник духовный, который тебя вдохновил, надо вспоминать что-то, что связано с твоими отношениями с Богом, это время повторять молитву. И это означает связь, тогда наступит связь с Богом в этот момент. Не просто ничего не работает с тема не работает с тема работает когда ты вспомнил и сказал потом вспомнил сказал вспомнил сказал вот так торопиться не надо и когда эта связь наступает корень дерева поливается все корешки получают счастье свое получают вы становитесь ангелом-хранителем для всех людей которые вас окружают все лекция по взаимоотношениям закончилась расходимся я все сказал самое главное все сказал вам недостаточно хорошо продолжать продолжать нужны разъяснения и так есть внутренние отношения с этим миром идут через молитву и сердце когда человек не молится нет отношений закройте свои глаза вспомните близкого человека быстро должно произойти первый вариант открывает три варианта первый вариант негативное воспоминание означает есть отношения плохие отношения между сердцами непереработанные чувства непереработанная судьба объем работы между сердцами приносит страдания второй вариант чистая светлая память чистое чувство означает есть отношения есть любовь третий вариант не вспомнилось ничего вспоминаю близкого человека не вспомнилось нет отношений нет между сердцами отношений просто внешние отношения есть удовольствие от человека есть наслаждение человеком есть много чего но в сердцах нет никаких отношений значит и отношений нет просто пустая жизнь бессмысленная с этим человек потом крокодили слезы когда он уйдет из жизни а может быть и пустота просто и все так внешние отношения зависит от внутренних если внутренних отношений нет внешние бессмысленные допустим вы устраиваетесь на работу увидели людей придите домой помолитесь пожелать им всем счастье придите на работу улыбнитесь им с мыслями вот теми воспоминаниями которые произошли во время вашего пожелания и вы станете сразу родным человеком в этом коллективе с первого дня вашей работы все поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется и тогда наверняка друг запряшут облака да то есть улыбка означает то что идет из сердца а для того чтобы она шла из сердца в сердце должно что-то быть что-то быть что-то быть